всем добрый день здравствуйте я рада приветствовать вас на своем канале я уже несколько видео выкладывала про свою прогулку по району ясенева и сегодня тоже будет видео из этого района точнее в продолжении тех видео сегодня четвертая часть ну оказалось здесь достопримечательности в этом районе в этом месте поэтому пришлось ну и даже пришлось пришлось поделить одно большое видео на несколько частей а мы с вами идем от литовского бульвара на площадь ле зуана да есть такая площадь в москве эта площадь находится соответственно в районе ясенева в юго-западном округе москвы и названа она в честь ле зуана руководителя коммунистической партии вьетнама в 1976 86 годах находится эта площадь улица айвазовского тарусской ясногорской улицы и литовским бульваром ле зуан как я уже сказала это государственный и политический деятель республики вьетнам один из основателей коммунистической партии индо китай в 60 86 годы генеральный секретарь секретарь партии вьетнама во по своей влиятельности он соперничал даже с президентом хо ши мином происходил он из влиятельного дворянского рода официально его нередко называли второй брат влияние его было настолько велико что даже он даже решился нарушить завещание хо ши мина согласно которому прах последнего должен был быть уничтожен ле зуан распорядился в сооружение о сооружении мавзолея режим ле зуан был исключительно авторитарным не уничтожал своих политических соперников однако повсюду находил врагов кавычках и стремился контролировать буквально все сферы общественной жизни это привело к тому что в 1986 году после его смерти разразился шквал 30 в его адрес поддерживал тесное отношение с ссср одним из важнейших достижений ле зуана является разгром режима полпота в камбодже несмотря на давление и последующие вооруженную адресу со стороны китая дочь ле зуана вопреки воле отца вышла замуж за советского математика академика маслова под давлением отца была возвращена во вьетнам где ее выдали замуж за местного чиновника однажды вскоре она вернулась к мужу в ссср вот такая история площади ле зуана и сама самой личности этого человека этого политического деятеля а мы с вами идем к храму раньше в ясенево был только один храм тот который я вам показывала в начале своих видео это храм петра и павла но потом стало понятно что одного храма на такой большой район мало и во время служб получалось что очень много людей это было неудобно и неправильно и вот решили построить еще один храм приходской храм покрова пресвятой богородицы в ясеневе она раз этот храм расположен на улице айвазовского за зданием бывшего кинотеатра ханой общая площадь храма составляет 1425 квадратных метров храм вмещает 800 человек в цокольном зале расположены три стильных храм воскресная школа конференц-зал и книжная лавка и так решение о постройке храма было принято 2001 году многие военнослужащие а также семьи погибших предложили воздвигнуть здесь храм в честь покрова пресвятой богородицы как храм памятник всем российским воинам эту идею поддержали и сотрудники правоохранительных ведомств потерявшие друзей и соратников вооруженных конфликтов конца 20 начала 21 века и так в 2002 году был выделен участок землю под постройку и строительство началось постройка храма началась в 2008 году и ознаменовалась трестным ходом от храма святых верховных апостолов петра и павла и торжественным молебном на месте строительства по древнему обычаю в алтарную стену будущего храма была вложена подписанная патриархом грамота грамота была помещена в металлическую капсулу и вложена в стену храма вместе с закладным памятником белым камнем на котором была высечена надпись во имя отца и сына цитаты духа основайся сие церкви в честь покрова при святой богородицы при святейшем патриархе кирилле ансамбль храма как вы видите выполнен в византийских традициях 6 7 века тип храма это крестово-купольный все центральное пространство в плане занимает образует крест храм пятиглавы вы знаете должна сказать что храм необычный храм запоминающимся это уникальный храм памятник славы всем российским воинам пролившим свою кровь за мир и свободу и покой нашего отечества также покровский храм по своей уникальности художественной ценности и площади мозаичного убранства не уступает мировым шедеврам церковного зодчества эпохи византии и этот проект представляет огромный духовный и культурно-исторический смысл он позволяет всем верующим прикоснуться к религиям святой земли в москве сердце россии почему потому что в нижнем пределе храма представлены большинство ну я не знаю сколько там всего в израиле но представлены очень многие святыни ну копии разумеется например гаудрофа или там камень на котором омывали христа потом гробница богородицы ну в общем там потом колонна оттуда вырывается этот вот огонь ведь но этот называется на пасху ну короче говоря вот в нижнем пределе храма это практически музей около каждой этой исторической достопримечательности располагаются таблички где можно почитать что это такое можно приложиться прислониться и вообще как бы для верующих наверное это важный момент этого храма я не очень люблю такие вещи честно говоря я была в этом храме заходила в него когда гуляла по ясенево он очень красивый там такая иллюминация там софиты и наверху и внизу очень красиво конечно все новое новые иконы такие написаны как ну не маслом как вот в старинных храмах а вот такие современные иконы но все равно это иконы и очень красиво на самом деле людей там не было я была храме одна практически там есть трапезная кстати очень такая приличная но мне немножечко что-то меня смутило я не могу вам объяснить что именно возможно это связано с тем что сейчас во время поста во всех православных храмах убранство темного цвета то есть иконы там различные атрибутика храма она зависит завешена или как-то убрана в темные цвета потому что пост здесь вообще никак этого не придерживается на опять же я в этом не разбираюсь и не берусь никого судить осуждать и что-то такое не дай бог нет 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 просто странно как-то вот но сам по себе храм очень красиво вы видите и чисто внешне красиво и здесь такой вот парк внизу мне это чем-то напомнило храм христа спасителя который кстати я тоже не очень люблю вот и еще хочу сказать что архитектурный ансамбль покровского храма он сочетает древнерусскую и византийскую традиции 6 7 века и как я уже сказала он представляет собой собой обширное крестообразное пространство куда свет проникает через окна в барабане увенчанным золотым куполом малые купола синего цвета украшенные звездами и говорят нам о том что храм посвящен богородице в декорации верхнего храма использованы две традиционные техники мозаика и роспись сочетание мозаики и фреса традиционно для руси где оно применялось в храмах до монгольского периода украшавшихся византийскими художниками мозаики покрывают самые такие значимые зоны храма купол своды рукава креста боковые стены столпы у брамства храма также включает резную мраморную алтарную преграду и облицовку нижних зон стен мрамором что очень характерно для византийской традиции как я уже сказала в нижнем пределе создан проект по благословению святейшего патриарха кирилла называется проект икона святой земли в одном месте собраны точные копии величайших христианских святынь вифлеемский престол темница господа голгофа камень помазания гроб господень гроб богородицы а также водонос из страны галилейской и колонна благодатного огня ну вот собственно и все что я вам хотел об этом храме рассказать а мы с вами тем временем уже идем опять в сторону метро кстати вот эти вот новые здания вы сейчас видели я вам говорила что в ясенево есть и новые постройки жирка жилищные комплексы но в основном конечно вот такие вот панельные 80-х годов а ну вот и вот это красивое здание как бы тоже здесь существует и я не знаю полностью ли оно жилое я знаю что там внизу какие-то магазины вот но может быть он как бы наверняка он и жилой там две башни из они соединены между собой зданием пониже а мы с вами сейчас идем к метро я уже сказала и вот перед нами торговый центр вот я сейчас покажу еще это эти новые здания вот такие они красивые но и еще не могу не упомянуть еще одну необычную композицию необычную скульптуру которая установлена возле станции метро ясенево это летящий отец и сын их иногда называют парящие в ясенево памятник создавался в едином проекте со станции метро ясенево а ты 1990 году противоположного входа в метро расположена вторая часть композиции скульптура мамы с ребенком которые часто называют дельтапланеризм по поводу авторства здесь идут споры одни считают что автором является францев но подтверждение этому нет и в то же время авторство приписывают и бурганову но я должна сказать что я знакома с творчеством с творчеством бурганова очень похоже что это действительно бурганов кроме ясенева его скульптура находится также в конькова и все они объединены темой экологии и гуманистическим диалогом человека и природы сам бурганов вроде как называет композиции полет и материнство кстати далеко не все оценивают положительные скульптуры летящих отца с сыном сравнивают шашлыком а некоторые прозвали их шаурма для каннибала маму и ребенку у нее в животе народная молва прозвала женщина телевизор при этом многие недоумевают почему мама стоит спиной к папе вот такой еще один необычный памятник в моей коллекции я люблю все эти необычные памятники я их много снимаю по выискиваю мне нравится вот но вот так вот это выглядит в ясенево и на этом я буду с вами заканчивать нашу сегодняшнюю прогулку если дойдем до памятника маме которая стоит спиной к папе и на этом наша прогулка будет закончена я всех вас благодарю за просмотр моего видео я желаю вам добра здоровья удачи и всего самого-самого доброго оставайтесь со мной на моем канале я обещаю будет интересно те кто еще не подписан на мой канал пожалуйста подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео а на сегодня это теперь уже точно все это была прогулка по району ясенева по не центральным районам москвы и так конькова и ясенева куда поедем дальше пишите свои пожелания всем пока пока до встречи всего вам самого-самого доброго до свидания ясенево